Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел, как пишет автор, глупый, но довольно жизненный вопрос. Если человек взял с земли купюру, то он нарушает заповедь «Не возьми чужого»? Или это все-таки подарок от Бога? Сейчас все напряглись, и что же батюшка скажет? Идти на исповедь или заказывать благодарственный молебен? Потому что мы любим, конечно, когда что-то дается нам даром, но иногда путаем Божий дар с яичницей, как говорит одна известная поговорка. Давайте поразмыслим, друзья, потому что если скажу, что по ложде взял, вы скажете, а почему? Почему должно повезти не мне, а другому человеку? Все уж, хозяина нет. Есть у нас одна интересная особенность. Если мы взяли что-то, что плохо лежало, мы это просто не считаем. Хозяина рядом не было? Или он отвернулся? Или, ну, да он глуповат и не понимает, как красиво жить? И у него детей-то нету, и на него свалилось богатство. Грех не воспользоваться. Мы часто, к сожалению, воруем, убеждая себя и свою совесть, что это не воровство, это просто вот так лежало. Взятка, откат, мошенничество просто так лежало. Можно дойти до чего угодно, оправдывая воровство с самыми абсурдными, нелепыми аргументами, в кавычках. Но если мы сталкиваемся с бытовой ситуацией, ты идешь по улице, что-то лежит. Но если ты стоишь на остановке, в автобусной, видишь, что-то у кого-то упало, кошелек, шапка, карточка, и ты видишь, у кого ты обязан этому человеку сказать. А не ждать, пока он сядет на автобус, и ты видишь, ну вот, никого нету, и человек этот уехал. Вот Господь послал, хорошо-то как. Это лукавство. Поэтому даже если вы не видите, у кого упало, скажите, эх, 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 у кого упало 142 тысячи долларов и 22 цента, кто хозяин? О, все там руки поднимут. Потому что вот ты лучше бы себе взял. Лучше чужого не брать. Серьезно. Ни 5000 рублей, ни 50 копеек. Вот лежи ты, ладно. Не тобой положено, и не тобой должно браться. Я уже молчу о том, как много из нас находят чужие карточки и радуются, что ух ты, здорово, теперь можно платить и переводить небольшие суммы и на Новый год отпраздновать, и телефон себе купить, или еще что-нибудь. Вот Господь послал, здорово. Потом Господь тебе к этой карточке посылает еще 15 лет с конфискацией. Потому что нельзя, нельзя с карточки деньги снимать. Они чужие. А карточка вообще банку принадлежит. Ты еще с банком будешь судиться по факту. Потому что пользуешься чужими средствами. Да, они вот валялись на дороге, но они твоими от этого не стали. У меня вопрос. Почему, если ты находишь карточку, допустим, с 10 тысячами рублей на счету, тратишь их и получаешь несколько лет строгого режима, когда тебя найдут, и тебя найдут обязательно. А когда 10 тысяч рублей лежит в виде купюры, а не в виде карточки, это нормально, это меня Господь послал. В чем разница? Практически никакое. А почему практически? Потому что, когда лежит купюра, хозяина ты все-таки не знаешь. И бывают такие ситуации, когда денег вообще нет. Просто ты живешь на 300 рублей в день. Больше позволить себе не можешь. Потому что все остальное или внукам отдается, или за коммунальные услуги платится. Ипотека, еще что-нибудь. Ну, мы живем небогато на самом деле. И для тебя это тысяча или 500 рублей. Это твое двухдневное или целое недельное пропитание. Если ты не видишь никого вокруг, лежит эта копеечка, да возьми ее. И с Богом трать на свои нужды. А если у тебя зарплата 300 тысяч рублей в месяц, о, тысяча рублей лежит, а, классно, Господь послал, никого рядом нету, ты ее возьми и положи в ближайшем магазине в ящик для сбора нуждающимся детям. Детские дома, настречество храма. Просто нет ничего рядом. В чистом поле нашел. Ну, переведи потом эквивалентную сумму со своей карточки к какому-нибудь нуждающимся ребенку на лечение. Много дед на семье, бабушке, дедушке, ну, на социальные нужды. Поэтому лучше всего оставить и пройти. Не худший вариант взять и отдать. Но если у тебя действительно, повторюсь, очень тяжелое финансовое положение, по-настоящему тяжелое, и вдруг ты прямо идешь весь в слезах, смотришь, копеечка лежит, можешь действительно воспользоваться ее в своих нуждах. Ситуации бывают разные. Поэтому пусть Господь нам всем пошлет здравомыслие, избавит нас от серебролюбия, от лукавых аргументов, оправдывающих любых грех, и пошлет нам достаточно хорошую работу, надежных работодателей, которые не будут обманывать тебя в конце месяца или года, не отдавая тебе зарплату, не оплачивая твои проекты. Пусть пошлет вам достаточно средств и ума, чтобы их заработать, их сохранить, не растратить на безделушки, и иметь такие возможности, переподняв какую-то купюру, со спокойным сердцем, отдать ее нуждающимся. Тому, кому сложнее, чем тебе. Тому, кому хуже. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok